Татарстанский нефтегазохимический форум начал свою работу 4 сентября. Площадкой для проведения мероприятия традиционно стала Казанская ярмарка. В мероприятии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Мениханов, ректор Казанского университета Эльшат Гафуров и представители федеральных органов власти. В своем приветственном слове глава республики обратил внимание слушателей на многообразие состоявшегося форума. Здесь много экспозиций, много будет встреч, контактов. Я хотел пожелать, чтобы наш форум прошел также плодотворно. И самое главное, сегодняшний форум посвящен 75-летию начала промышленной добычи нефти в нашей республике. Это знаковые события. Данное мероприятие посетил ректор Казанского федерального университета и директора институтов вуза на специализированной выставке «Нефть, газ, нефтехимия» представители КФУ лично пообщались с сотрудниками крупнейших компаний, которые не первый год являются надежными партнерами Казанского федерального университета. Вы знаете, на этих выставках последние годы мы выставляемся с партнерами, как правило. То есть не делаем свою конкретную выставку, а потому что это намного выгоднее получается, намного интереснее. Это действительно демонстрация реальной работы с нашими партнерами. В этом году это малая компания. Малая компания у нас в Татарстане порядка 30 малых компаний. Практически со всеми мы работаем, в разных масштабах мы работаем. Глубокое впечатление осталось у меня. После выставки, после конференции я с проректором, мы детально обсудим дальнейшее сотрудничество с Казанским университетом. Мы найдем пути. Целью выставки является продвижение новых технологий и оборудования на предприятия нефтяной и химической отрасли Поволжского региона, расширение межрегионального и международного делового сотрудничества, содействие развитию научного потенциала и отраслевых научных программ. Также на площадках Казанской ярмарки работают пленарные заседания, дискуссии и многое другое. Работа форума продлится до 6 сентября включительно. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.